Приветствую вас. Елена, давайте разберем ваш вопрос, который вот вы задаете. Что бы хотелось вам сказать? Ну, наверное, в первую очередь то, что вы большая молодец, что задаете такой вопрос. Вы большая молодец, что спрашиваете, вы большая молодец, что заботитесь о своем... в таком вот состоянии. Вы большая молодец, что беспокоитесь о маме, о будущем, вот, как мне кажется. Ну, ситуация, она такова, что в вашей проблеме, да, в вашей истории, в первую очередь истории, наверное даже, чувствуется много боли, чувствуется много... не выраженных эмоций, чувствуется много болезненности. Вот. И мне кажется, что наиболее корректным моментом было бы вам... эм... пойти на психотерапию. То есть наиболее корректным было бы для вас эм... поработать с психологом, поработать с специалистом, вот. Эм... значит... преследовать эм... вот... я бы сказал... эм... вот... данную проблему. Поработать с ней. Эм... вот. И... соответственно... уже... эм... тогда можно было бы... тогда можно было бы... эм... о чем-то говорить, потому что сейчас на данный момент вам очень эм... очень сильно ваши эмоции вам мешают очень... эм... очень сильно и знаково... как мне кажется... ну вот... кроме того, не совсем понятно... эм... чего вы хотите. То есть вас здесь никто не заставляет... там... условно говоря... маму... эм... принимать... вас никто не заставляет с мамой общаться, вас никто не заставляет... эм... как бы с мамой взаимодействовать. Она это может эм... делать... эм... и для себя. Она может это делать и из эм... эм... чувства вины. Вот. То есть если вы хотите, например, эм... переделать себя... то зачем? Если вы хотите... там... переделать маму... эм... ну... как бы... тоже... такой... момент... да... а... как бы... ну... как бы зачем... переделать маму... маму, да... вот... эм... эм... переделать маму... что бы... чтобы что. То есть это вот эм... эм... тот аспект, на... который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Если вы привыкли, у вас осталась... эх... определенная поддравма... эээ... в свете... того, что происходило в вашей... вашей семье. Вот. Вот. Ну... эээ... было бы странно, если бы не осталось. Вот. Вот. А... селство от мамы... ээ... естественно... эээ... как... 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 вот... эээ... эээ... дистанцировалось. Что... вполне нормально... вполне адекватно... как мне кажется. Вот. Вот. Другой вопрос... эээ... эээ... чего вы хотите? То есть вот вы пишите... эээ... значит... постоянно в голове мысль, когда-то была рядом... ээээ... когда-то была на... ээээ... или что? Вы обижены на маму, у вас много негатива к ней, и... у вас много боли... эээ... вот... эээ... ну... в контексте... этой... ээээ... ситуации. Поэтому я бы обратил ваше внимание на то, чего вы хотите сами. Потому что пока что как-то не ясно. Выставлять себя, там, образно говоря, быть кем-то, да, выставлять себя общаться с мамой, если, например, вы этого не хотите. Ну, на мой взгляд, странное решение. Требовать от нее перемен также, также странное решение, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что вам в этой ситуации нужно понять, чего вы хотите в первую очередь. Вот. Может быть, понять, от чего физически вам, вот как, вы говорите, плохо. Да. То есть, вот выгодно говорить, что физически мне, физически, физически мне плохо. Ну, вот от чего физически нам плохо. То есть, это вот такие достаточно важные моменты, на которые хотелось бы, чтобы вы обратили свое внимание. Вот. Вот. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. О чем я говорю. Вот. Значит, вы пишите, что физически трудно себе перебороть и общаться не как с обычным человеком. Ну, мне кажется, что в этом есть некоторая такая, знаете, ваша попытка, может быть, обмануть ее, обмануть маму, я имею ввиду. Потому что вы не можете общаться с ней как с обычным человеком. Потому что она не обычный человек, она ваша мама, и с ней у вас связано очень много переживаний. Вот. В том числе переживаний негативных. Вот. Кто бы что ни говорил и как бы вы как бы сейчас не относились. Вот. Поэтому я бы здесь фиксировал ваше стремление убежать от своих человек. Вот. Я бы здесь фиксировал ваше стремление избежать. эмоции, избежать каких-то переживаний. Вот. И может быть это, конечно, в том числе, сравненно с тем, что все это еще осталось, все это еще болит и горит и так далее. Вот. Вот. Вот то, на что я бы обратил ваше внимание прямо сейчас. Да? Вот. Эдм. Эм-э, мне кажется это, эм-э-э. Мен-э, эм-э. Эм-э-э. Э-эм. Не имеет никакого практического смысла общаться как с обычным человеком, а имеет смысл общаться не так, как вы можете общаться. Имеет смысл общаться так, как вы, не знаю, готовы общаться, как вы можете общаться, а не пытаться заставить себя общаться как-то, как-то вот по-другому, не так как вычислить. Может быть именно с этого в первую очередь и начнется ваше изменение, изменение ваших отношений. Не факт, что вы будете близки с ними, мне кажется, что вы понимаете, что может быть вы к ней близки уже так вот сильно, а близки как, ну как вот, как может быть, как может быть близкими, а мама и дочь вы не сможете, может быть. и это нужно, это нужно понимать. Надеюсь, что вы это понимаете. вот, но сейчас мне кажется, что вы пытаетесь быть кем-то, кем вы не являетесь. и получается это у вас, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот, что естественно, что логично, потому что вы чувствуете, что вы не можете быть собой в этой ситуации. Вот, вы чувствуете, что ваша мама волей-неволей напоминает вам вот про те времена, когда вы были слабой. И вы, поскольку то время, когда вы были слабой, вероятно, спросили не до конца, от этого обещать. Вот, ну примерно, наверное, так я мог бы вам ответить, с точки зрения, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот, и хотелось бы вот выговорить, значит, что провести совет, да? Вот, ну вы вот пишите, что провести совет. Какой именно совет вы просите? Совет в чем вы просите? Мне кажется, это важно. Важно, чтобы вы сами для себя поняли совет, в чем вы хотите. Разобраться в себе, хорошо, поможем, поможем. Там, я не знаю, разобраться в отношениях с мамой, поможем. Вот, но нужно, нужно сделать выбор. Можно сделать выбор. Вот. Относительно того. Совет в чем вы хотите. Сейчас это не совсем понятно. По крайней мере, для меня, вот, точно не совсем. Не совсем ясный документ. Для меня, по крайней мере, тоже. Вот. Гадать, ну, не хотелось бы. По понятным, я надеюсь, причинам, причинам. Вот. Какой-то такой ответ я бы вам дал, с точки зрения психологии. Вот. Я, конечно, вам очень сочувствую. Сочувствую тому, что произошло. Сочувствую тому, что в вашей жизни случилось. Вот. И думаю, что мама сейчас, может быть, в какой-то степени хочет, чтобы, ну, чтобы что-то изменилось, вот. Ну, я имею ввиду, что-то изменилось в ваших снех жизни. Вот. Ну, это, конечно, не всегда возможно, потому что, прямо все. Вот. Ну, а вы, если чувствуете себя виноватой перед ней, то с чувствами ней тоже можно поработать. Вот. Такая вот история. Мне кажется, что у вас очень много боли, у вас очень много обиды, и с этого вот нужно начаться. того, что вот, чтобы прожить свои чувства. В первую пищу, что, да, я хочу решить, что какая-то проблема, чтобы не влить на маму и на весь мир из-за этого. Вот. Ещё один важный момент. Ещё один важный момент. Ещё один важный момент. Возлиться на мир, на безмир. То есть, как это происходит, когда, что в этот момент с вами происходит. Вот. Это отдельный момент. Может быть, это связано не только с мамой. С мамой, конечно, да, но совершенно не обязательно, что только с ней. В этом всё. Надеюсь на обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!